Итак, после перерыва Ханукального мы продолжаем нашу тему, а мы находимся в очень интересной теме Эфсек во время Сауды. Человек начинает трапезу, то есть сила благословения. Как долго связь благословения не теряет своей связи с предметом, на что ты благословил? Что разрывает эту связь? Когда нужно будет заново сказать благословение? Что касается Брахи Ахруна? Вот такие все вещи. То есть человек поел в одном месте, хочет продолжить в другом месте. Вот здесь мы с вами остановились. Но прежде небольшой инсайт от Раби Ерухама. Наш великий Раби Ерухам Бармусар сказал, мы думаем, когда мы думаем о великих библейских чудесах, мы должны задуматься вот о чем. Что даже больше, чем все чудеса, которые описаны в Торе, является чудо, когда человек в состоянии изменить черты, дурные черты своего характера. Это еще сложнее, чем растечь Красное море. Менять черты, то есть исправлять себя, свои качества, к которым человек уже привык, дурные, которые полтят ему жизнь, изменить это не менее великое чудо, чем то, которое описано в Торе. Рассказывает историю про одного бедняка, который был очень, он пытался выдать свою дочь замуж, ему очень сильно нужны были деньги. И он обратился за помощью к своему богатому родственнику, который, чтобы от него отделаться, дал ему буквально несколько грошей. И бедный, он уже понимает, что он безвыходная ситуация, он идет к Равину, говорит, Рэби, помогите, говорит, такая ситуация, вроде бы как бы родственник есть, но как бы не могу собрать, что мне делать. И тогда Рав обратился к его близкому родственнику и сказал, ну как же так, дорогой, ты же знаешь, что в Торе написано, не отворачивайся от ближнего своего, еще я в 58, да, не отворачивайся. Он говорит, да какой он мне близкий, говорит, Рэби, он вообще не близкий, говорит, он родственник троюродного брата, двоюродной сестры, тети, дяди, мамы, соседа, друг. Я вообще как бы, мы далекие, поэтому я ему, честно говоря, не обязан ни больше, чем любому как бы постороннему человеку. Да, сказал Рав, скажи мне, а ты молишься каждый день, Шмуна Исре? Он говорит, ну Рэби, ну конечно, что за вопрос, молюсь, конечно. А скажи, а в Амеде, в самом начале, разве ты не говоришь, что Всевышний, да, я прошу благословения в заслугу Авраама, Ицхака и Яакова? Так вот, Авраам, Ицхак и Яаков, ты называешь их своими праотцами, верно? Верно, но ведь они были за века, за много-много-много поколений до тебя. И твоя связь с ними, она еще гораздо более далекая, чем твоя связь с твоим, как ты выразился, далеким родственником. Поэтому, сказал Рав, если ты рассчитываешь на благословение, в заслугу своих праотцов, постарайся помочь своему, да, родственнику. Эти две вещи связаны вместе. И помоги ему так, как принято у тебя, да, как принято у богачей, а не отделаться парой копеек. Вот так ему сказал Рав. Окей. Это была такая затравочка. Давайте посмотрим, на чем мы с вами остановились. Ну, может быть, даже немножко, да, повторим. Я не помню точно, на какой мы мечне, ничего. Итак, любые виды пищи или напитков, после которых мы говорим бурен и фашот работ в эхэсруна, по всем мнениям, они не нуждаются в том, чтобы ты говорил это благословение после еды на том же самом месте. Итак, это понятно, да, то есть бурен и фашот работ не привязано к месту того, где ты выпил воду. Выпил воду за этим столом, отошел сюда, могу сказать, здесь бурен и фашот работ не обязательно должен возвращаться. В отличие от того, как мы сказали, да, с биркатом Азона. И поэтому ты изначально поел немножко, там, не знаю, свой шницель, стейк, запил кока-колой, можешь спокойно встать и сказать, бурен и фашот работ в другом месте. Рашай. Может, может, потому что бурен и фашот работ, если биркатом Азона нужно читать на том же месте, где ты ел, бурен и фашот работ не так. Поэтому, если человек хочет отлучиться от места, например, у него ваза фруктов, он ест фрукты, ест фрукты, ест фрукты, а потом хочет отлучиться, вернуться и продолжить ест фрукты, пусть не выходит в другую комнату, да, пока не скажет Браху Ахруну. Потому что даже касательно фруктов, изначально неправильно ходить по разным комнатам и так есть. Если он изначально понимал, что он не закончил, он собирается продолжать кушать. Но, если уже так получилось, что он перешел из комнаты в комнату и продолжал грызть свои орехи, и теперь вернулся снова за кучей орехов, конечно же, ему не нужно снова говорить благословение. Но если он вышел из дому, мы говорили, что выход из дому уже не под одной крышей, а вышел на улицу, сам факт помены места разрывает связь благословения и предмета благословения. То есть, я сказал буре приаец, откусил, положил яблоко, вышел на улицу, покурил, вернулся, мне надо снова сказать на это же яблоко Браху. Потому что, да, я вышел, поменял место. Но если я начал есть яблоко, отложил, вышел в другую комнату, вернулся, благословение говорить не надо. Хотя изначально так поступать тоже неправильно. А что, если человек поел шиват аминим? Он поел от семи плодов земли Израиля. Финики, гранаты, виноград, маслины. Что-то из этого поел. Инжир. И до того, как сказал Браху Ахруну, а мы знаем, что на семь видов плодов Израиля, нужно говорить, он не успел этого сказать и вышел на улицу. Если он хочет повернуться и продолжить кушать инжир, тоже не должен говорить благословение заново. Но если он поел меньше кизайта, откусил маленький кусочек инжира, даже размера маслины не было, и вышел на улицу. Если он скажет благословение, ему есть на что положиться. Как он говорит, да? То есть, в принципе, ничего можешь не говорить. Но если скажешь, то в этом случае уже тебе есть на что положиться. Но если какие-то другие фрукты поел и вышел на улицу, и вернулся на свое место, должен заново говорить на них благословение на них. Еще раз. Мы говорили, что есть ключевая разница между бурей-нефашот и между ме-энь-шалош. Ме-энь-шалош – это благословение, которое говорится после мизонотов, пирожков, и прочего, да, как беркат Амазон привязанный к месту, где ты ел. В отличие от бурей-нефашот, где можно, человек может поесть стейк, запить кока-колой и пойти в другое место, сказать, бурей-нефашот, работай. Можно так. Да, так он пишет, что, а что, если человек поел финик или виноград или инжир? Да, семь плодов земли Израиля, после них меньше ложь. Так вот, после них работает как аля-михья. То есть, вернувшись, продолжать кушать финики в том месте, где ты был, ты не должен говорить заново буре-приаец. То есть, у тебя не прервалась связь благословения с предметом благословения. Из-за чего? Из-за Аллахи, что ты должен говорить брахуахруну в том же месте, где ты ел. И это касается семи плодов Израиля тоже. Но, если ты яблоко откусил и вышел на улицу, и решил доесть яблоко, ты заново должен сказать буре-приаец. Хотя, да, ты выскочил на минуту. Все, ты поменял место, прервалась связь. Альберт. Можно, Альберт? Да, да, да. Слышишь ты меня? Вот для упрощения, чтобы для себя по-простому запомнить правила. То, где мы должны говорить браха-охрана, это то, что мы после говорим. То, что мы должны говорить на том месте, где мы ели, получается, из-за того, что у нас есть связь с этим местом, то, что мы выходим из помещения, там, где мы кушали, у нас связь эта не теряется. Поэтому мы не должны повторять браху. А если такой связи нет, то она теряется, и тогда да, надо. Только вот единственное, я не понял. Это где граница того, где теряется связь с предметом благословения? Это не комната, я так понимаю, а квартира? Или это дом? Вот в тот момент, когда я на улицу вышел? Или в тот момент, когда я порог квартиры переступил? Или это этаж? Как вот это понять? Вот, да, мы это тоже объясняли на прошлых занятиях. Геморраг говорит, если под одной крышей. Если у тебя пятиэтажный дом, твой частный дом, то даже если ты на чердаке благословил на яблоко, спустился вниз в подвал за бутылкой вина и поднялся наверх, ты продолжаешь кушать яблоко без благословения. Это считается одна территория. Или ты на огромном ангаре, который там просто склад. Все считается одно место. Но если ты вышел из дома на улицу, или в подъезд, например, то считается в шутер Абим, это называется вышел, это называется прервался. Теперь, вернувшись, тебе придется заново сказать благословение. То, что он здесь пишет. Вышел на улицу, из-под крыши на улицу, даже если это твой двор, обрати внимание, даже если двор твой, все равно это считается уже под небо. Ты встал, другой предел, связь прервалась. Вернувшись, нужно будет благословить. Видишь, он говорит, бедья ват, говорит, имшина мэком, мэхэдр, мэхэдр. Изначально даже по комнатам гулять неправильно. Но, если уж так произошло, и ты ходил по комнатам, по этажам, теперь вернулся, хочешь продолжить кушать свои орешки или яблоки, не нужно заново благословлять. Но с мээйн шалош, и даже на плоды земли Израиля, на них тоже говорят мэйн шалош, после них, так как мэйн шалош привязывает к месту там, где ты ел, тебе не нужно будет заново благословлять. Но если ты съел меньше кизаэта, еще одна вводная, то тогда есть тебе на что положиться. Давайте мы просто запомним, что не надо. А то сейчас меньше кизаэта, больше кизаэта. Альберт, я честно запутался, честно говоря. Чуть-чуть. Вот этого я и боялся больше. Да. Поэтому мы на банкетах, когда приходим, мы всегда в основном кушаем чуть-чуть, а потом выходим на свежий воздух один шалом. В любом, в основном зале. Нужно будет заново сказать браху. Заранее знаешь, что мы выйдем все равно. Да, да, да. Нет такого. Мы учим эфсек, это эфсек. Выйти на улицу, это эфсек. Потерялась связь с благословением. Поэтому по-хорошему нельзя выходить. Если Бурен и Фашот поел, Бурен и Фашот, нельзя выходить. На все банкеты в основном Амуци говорим. Ну, с Божьей помощью. И проблема получается. А нет. Амуци, мы сказали, что Амуци, так как он тебя привязывает, ты должен вернуться, сказать Беркат Амазон на том же месте. Даже если ты вышел покурить, и ты вернулся, тебе не нужно говорить про ход. Ты понял? Все сразу с Бурен и Фашотом. Это только Бурен и Фашот ты теряешь. Потому что Бурен и Фашот не привязывает к месту. А Аля Михья и Беркат Амазон тебя держат. Даже если ты вышел. А Перот не держит? А Перот не держит? А Перот не держит? Перот не держит. Но Шива, семь плодов земли Израиля, да, держит. А, семь плодов держит, да? Начал кушать виноград и инжир, вышел на улицу, вернулся, хочешь продолжить, не нужно благословлять. Просто как хлеб. А просто яблоки, апельсины, мандарины, орешки, если вышел на улицу, нужно будет заново благословить. Понятно? Да. Это то, что он пишет. Окей. Помните, я задал загадку, и мы это учили в прошлый раз. Помните? Как может быть так, что человек сказал браху ахруна, а теперь хочет продолжить кушать это же самое, а браху говорить не нужно? Помните, мы учили? На воду, да, когда воду пьешь? Ну? Когда воду пьешь? Ну как? Вот, писать, что ты попил воду, сказал бурен и фашот работа в хэсрулян, и второй стакан воды, что тебе не нужно благословлять на второй раз? Нужно. Нет, целый час пьешь сразу, сейчас не надо. Зачем ты сказал первый раз бурен и фашот? Ты пьешь дальше, если ты знаешь, что ты пьешь дальше, ты пьешь дальше, зачем ты сразу сказал? Ответ такой, что после еды у тебя есть 72 минуты, чтобы поблагодарить Всевышнего, искать браху ахруна, за насыщение, или в данном случае за утоление жажды, или я не знаю, неважно. Так вот, представьте ситуацию. Ты пришел в гости, или ты сидишь, шавод ночью. Выключите, пожалуйста, звук. Спасибо. Просто пока звук лучше выключить, а потом, если вопрос, нажать микрофон, чтобы был хороший звук. Мы сказали так, если человек пришел в дейт-медраж на всю ночь и постоянно приходят и раздают орешки, раздают яблоки, яблоки, орешки, не важно, раздают писли. И человек их кушает, и кушает, и кушает, и еще 4 часа будет учиться. Перестали приносить орешки. Но он понимает, что если принесут, я буду продолжать кушать. Смотрит на часы. Прошел час, орешки не несут. Прошло еще 10 лет. Все, заканчивается время. 72 минуты. Он должен сказать Бурен и Фашот работ, чтобы не потерять его, чтобы вывести то, что он уже съел. А реально через 3 минуты, как назло, принесли еще орешки. Он не должен на них благословлять. Слышите, это то, что Хедуш мы учили в прошлый раз. Потому что ты сказал Бурен и Фашот не чтобы прервать связь твоего благословения Буре-Приаэц с предметом благословения с орешками. А ты в гостях, ты не знаешь, когда тебе их принесут. Ты сказал, чтобы не потерять заповедь мудрецов благословить после, и, кстати, может быть, Деорайта, заповедь поблагодарить за насыщение. То есть, браху охруну. Ты просто выдержал время, ты поэтому сказал Бурен и Фашот. А если так, то когда тебе следующую тарелку принесут, ты все равно можешь не говорить Буре-Приаэц. Это то, что он здесь писал. Да? То есть, иногда даже сама браха охруна. А последнюю браху? А последнюю браху? Опять же, еще раз после насыщения. Еще раз? Еще раз? Еще раз? Да. Тут что важно знать, что если я поел яблоки, прошло 72 минуты, и я снова поел яблоки, и сказал Бурен и Фашот, я не вывел первые яблоки. Не вывел. То есть, браха охруна, она покрывает все, что ты ел 72 минуты назад. Или, имеется в виду, после перерыва. Если ты каждый там 70 минут кладешь в рот яблоко, не теряешь, только такая трапеза, у тебя страх. Не, Альберт, у меня другой вопрос. Альберт, это все понятно. А что если ты глоток воды сделал, а при этом у тебя яблоки, там, предыдущие ты ел, яблоки, что угодно ты ел, а ты просто глотнул через 70 минут просто глоток воды. Я думаю, что ты все, это считай, как будто ты яблоки ел. То есть, пока ты внутри трави, пока ты ешь. А вот если ты прервался от еды, прервался от еды. То есть, 72 минуты мы имеем в виду, что ты вообще ничего не поел. Да. А последнего приема... Если ты глоток воды сделал, и тут уже нету измерения, кизает, не знаю, ревиит, я не знаю, что угодно. Просто глотнул. И заново пошли 72 минуты? Да, они не начинают отсчет. Они заново начинают отсчет? Они как бы заново начинают отсчет, да. Хорошо, Альберт, а вот тут вот такой вопрос. Да, да. Это только в гостях, просто тема тоже. Это только в гостях? Это в гостях, да. Ну, ты не контролируешь ситуацию, да, но ты явно готов покушать еще яблоки, но не несут их никак. И чтобы не потерять, эта ситуация такая уникальная, просто интересная. А у себя, как считаете тогда, у себя, как считаете? А у себя что? А у себя, как такое может возникнуть? Ты что себя не контролируешь? Ну, чуть-чуть, чуть-чуть кушаешь, куча, чтобы не забыть сказать браку, потому что он все в жизни бывает, может забыть, чтобы не забыть. А кушал, сказал, боже, что ты не хочешь. Дома, если ты хочешь, что кушать, кушай. Если не хочешь, скажи браку. А в гостях может получиться так, что ты хочешь, но тебя не несут. А браку же говорить надо. Этот вопрос, он только в гостях уместен. Дома контролируют, да, твой дом. Если у тебя есть еще яблоки, ешь. Если нету, нет. Но местома то же самое, если я не знаю. Дэмо, ты хотел спросить что-то? Да, вот я хотел... Не, если ты, Шалва, если ты хочешь, если ты в голове не держишь, что ты через пять минут хочешь опять поесть, ты имеешь право сделать бурене фашот. А если ты имеешь в виду, что ты через пять минут поешь, а сейчас бурене фашот говоришь, это неправильно, наверное. Да, он это Мепураж пишет. Если гаябе да а то, если изначально ты собирался продолжать кушать, да, ну зачем тогда? Не ходи по комнатам. у меня вопрос такой, Альберт, у меня вопрос такой. Я поел Я не знаю, у меня там застолье, кроме хлеба, да? Да. У меня разные вещи. И я теперь выхожу покурить. Я выхожу покурить, я вышел на улицу, по идее возвращаюсь, я должен говорить браху, правильно? Заново браху тоже говорит. Да, да. Теперь, что если я вышел со стаканом кофе? Вот этот стакан кофе, то, что я вышел с ним, мне засчитывает, как будто я не только на кофе не говорю уже браху, но и на все остальное не говорю браху. То есть, понял, у меня есть мясо, там, что угодно, да? Я вышел только со стаканом кофе. Возвращаюсь, мне надо Эй, Садама, заново говорить, или если я вышел уже как бы в процессе пил еще, то он сохраняет за мной все остальные брахот. Понимаешь, ситуация выйти на улицу, она должна быть бедяватой. Это бедяватная ситуация. Так делать нельзя. Но если ты вышел бедяват, то ты забыл. Нельзя. Ну как, а как бедяват? Я вышел покурить, почему это бедяват? Это нормальная история. Скажи бурене фашот. Не, иди. А я собираюсь, подожди, а я собираюсь кушать через пять минут дальше. Да, но ты потеряешь бурене фашот. Я не потеряю бурене фашот. Я должен обновить браху. Я не потеряю. Я бурене фашот теряю, если я 72 минуты забыл про еду. Это я потеряю бурене фашот. А то, что я вышел, заново пришел и браху говорю, я просто браху говорю, а потом бурене фашот я скажу за все, что поел. Ты думаешь, что лекадхила можно во время вот так выходить, заходить? Я уверен. Я уверен. Это не может быть, что это не лекадхила, что тебе говорят, нельзя. Не, я уверен, что это лекадхила. Смотри, что он пишет на твой вопрос. Уверен, что это лекадхила. Это лекадхила. Это лекадхила. Аааа. Охлиму машкимши браха охрана гибрых бурене фашот. Любые виды пищи, на которые потом говорят бурене фашот. Лехули алма энца рихли варех браха охрана давка бимаком дахила у аштия. По всем мнениям, не нужно говорить бурене фашот там, где ты ел или пил. Верошай, и можно лаамод мим кому встать со своего места. Кодем браха охрана до бурене фашота леварех браха охрана бимаком ахер. И сказать бурене фашот в другом месте. Вим беде ато лахзорным коммун. Но если ты собирался вернуться и продолжить езд в этом же месте. Вле амших лейхон наотам пейрот от этих же фруктов шарколи. Нахон шелекадхила ло яцала хедер ахер адши варех браха охрана. Лучше не выходить лекадхила, пока не сказал браха охрана. Вау. Ну а как это вообще понять-то? Шигам бе ахилат пейрот лекадхила минарау шилу лацет мехедр лехедр. Вот он говорит, что даже в поедании фруктов изначально неправильно ходить по разным помещениям. Если он в итоге собирается продолжал, он не закончил есть стейки, он хочет выйти покурить. Но если он вышел бедья вад, не нужно благословлять. И хочет, извиняюсь, в комнату другую вышел, в курительную комнату под одной крышей, и теперь хочет вернуться, продолжить кушать свой стейк или фрукты. То есть, если вышел в комнату, не должен благословлять заново, но если вышел покурить на улицу, должен благословить. Но лекадхила это неправильно. Вообще интересно, покурить очень интересно, потому что покурить это прям очевидно. Человек имеет кавану, я выйду, я вернусь. Я выйду, я вернусь. И не может быть такое, что он тебя только бедья вад дает возможность жить нормальной жизнью. Такое невозможно. То есть, у тебя тогда, какая опция у тебя остается? Ты кушаешь, три часа на трапезе, что должен сидеть как в тюрьме, что ли, в этом месте и не выходить. Я думал сказать бурене фашот, и у тебя проблем нет. А это тогда браха, браха шейна цриха получается. Потому что через пять минут собираешься продолжить. А ты и так будешь говорить благословение? Что? Что? Это благословение. Это уже Аллаха обязывает. А бурене фашот тогда, по твоей, ну, по этой логике бурене фашот это лишняя браха. То, что браху надо заново сказать, браха решена, окей, потому что ты отвлекся. Поэтому тебе, говорят, скажи заново браху. Но бурене фашот зачем? Если ты через пять минут собираешься заново это сказать. А может быть, бурене фашот, подожди, а кто ты сказал, что бурене фашот после эфсека выведет то, что ты поел? Может быть, эфсек разорвал связь? И теперь уже все. А как эфсек разорвал связь, если он тебе говорит, что ты идешь гулять по дороге, бурене фашот, скажи. По дороге, бурене фашот скажи. Бурене фашот скажи, может быть, в другом месте изначально. В другом, значит, не обрывается никакая связь. Значит, ты априори можешь выйти и вообще на улицу сказать. Не то, что не обрывается, ее просто в принципе вообще нет в этой связи. На улице он не говорит. Он говорит, «Браха хуа дафка вымакома ахила уж тебя, вера шайла амод минкомо коден браха хуна, феда верек браха хуна бэмакомахер». Ну, все. вообще да, макомахер звучит как макомахер. Да, не, макомахер, все, это точно. Я не знаю, что такое человек отхила лоб. Окей. Не знаю. А какой вопрос еще раз, Сэм, сформулируй его. Давай, кстати, реально напишем этот вопрос только так, коротко, чтобы было четко. А я понял твой вопрос. Если я вышел с чашечкой кофе, то моя чашечка кофе спасет меня? Она сохраняет за мной всю трапезу мою? Или только чашечку кофе, что я возвращаюсь, на кофе не должен заново браху говорить, но на мясо я должен опять заново сказать, на фрукты заново. Или то, что я сам по себе взял с собой какую-то еду, то есть напиток, оно сохраняет за мной связь со всем остальными, что я кушаю. Альберт, а не может быть такое, что вот то, что Сэм... Альберт, а не может быть такое, что вот то, что Сэм спрашивает, зависит от того, с какой кованой говорилось первоначальное браха. Если ты первоначальную браху говорил, там Шаколь, на все, что подпадает под Шаколь в твоей трапезе, тогда получается, что если ты что-то выносишь, типа кофе с собой, то оно как бы, оно с тобой, типа, оно тебя сохраняет в этом Шаколе. А если ты там, допустим, не думал, что ты будешь кофе пить, ты сказал Шаколь там на мясо, а потом выходишь с кофе, так понятно, что у тебя с мясом тогда прерывается, потому что два раза, наверное, Шаколь говорил. Первый раз ты говорил на мясо, а ты сказал буре приаэц, сказал буре приа дамас, сказал Шаколь на мясо, но на все буре не пошел. А вышел ты только... А потом еще сказал Шаколь на кофе, потому что ты не имел его в виду. Вряд ли эта логика слишком тяжелая. Нет, ты сказал вот Шаколь. Ты будешь говорить только буре приаэце приа дамас, но не Шаколе. Вау. Не знаю. Мне кажется, вряд ли. Мне кажется, вот то, что ты взял, то ты и сохранил. Остальное, ФСЭК был, ФСЭК, да, что ты вышел, поменял шут. Но надо спросить. Вот я такие вот вещи... Надо вообще, кстати, узнать. Вот мы сейчас учим законы... Неужели? Вот я... На самом деле очень много еще. Я думаю, если мы пойдем просто вперед, закончим этот сейф, пожалуйста, пишите свои вопросы в чат наш. Мы закончим СИМАН, и у нас уже будет совсем... Будет такая голова, будем знать все варианты. И если мы еще не найдем ответы на эти вопросы, мы к ним вернемся. Я предлагаю вам сейчас гадать, как бы, да, спрашивать, уходить. А мы закончим. Вот у нас еще... Ох, у нас еще 27 сейфов. И мы вернемся, без рада шем, к этим вопросам. Давайте пока запишем. Я очень извиняюсь, мне сегодня надо чуть пораньше поехать. Поэтому мы сделаем здесь перерыв. Мы начали после Хануки, да, вернулись к нашей обычной теме. Это законы ФСЭКа, законы прерывания, силы благословений, когда она прерывается. И без рада шем уже в рабочем режиме. Извините. Завтра продолжим. Хорошо? Я что-то пропустил концовку. Вы в итоге до чего договорились? Я очень извиняюсь. Мы договорились до того, что будем учиться завтра. И когда пройдем весь Симан, этот вопрос сейчас запишем. Тогда уже многие вопросы отпадут сами собой. Вопрос реально интересный. Хозаку Гару Халден. Я записываю вопрос, сынок. Я записываю вопрос. Вопрос интересный. Рухим Чи Ю. Рухим Чи Ю. Хорошего дня. Хорошего дня. Всем шкурех. Хозаку Гару Халден.